Друзья, каждый из нас знает атрибуты настоящего праздника. Веселая компания, отличное настроение и впоследствии яркие воспоминания. Что вам точно сможет обеспечить последнее, так это красочный фейерверк. Фейерверк и салют для любого торжества это как десерт для праздничного стола. Как праздничный ужин не может быть без десерта и красивого торта, так и солидное торжество нельзя представить себе без профессионально организованного салюта и фейерверка. Это то, что придает празднику роскошь и пышность. Это то, чем действительно можно удивить всех без исключения гостей. Ведь каждый фейерверк неповторим, как произведение искусства. Алексей, ну расскажите, как все-таки происходит фейерверк шоу? Ну, после того, как у нас заказали салют, выезжают специалисты, осматривают территорию, чтобы она соответствовала нормам безопасности и соответствовала требованиям заказчика. И на основании этого уже выбираются пиротехнические изделия и делаются салют. А есть какое-то количество, в среднем, сколько должно быть для хорошего праздника? Минимальное нужно? Ну, в Смоленске на свадьбу юбилей торжества у нас в среднем минимальное количество залпов – это не менее 200. Жители нашего города уже наслышаны о доброй традиции проведения представлений от кудесников огненных потоков. Конечно же, речь идет о фестивале «Смоленский звездопад». На Смоленщине уже состоялось три таких мероприятия. А в этом году главным организатором четвертого фестиваля фейерверков «Смоленский звездопад» стал магазин «Дядя Гриша». 23 августа смоляне и гости нашего города смогут в очередной раз увидеть шедевры профессионалов-пиротехников, которые создают в небе настоящие огненные картины. Алексей, ну в чем отличие «Смоленского звездопада» в этом году от ранее проводимых? Ну, отличий несколько. Прежде всего, это поменялась площадка, она стала более удобной, потому что будет проходить на базе отдыха «Ермак», которая сама по себе приспособлена для принятия людей, да, инфраструктуры там. Во-вторых, у нас помимо самих участников, их будет шесть, да, включая нашу команду, которая будет стрелять последние мини-конкурсы, и пять из разных городов. У нас еще будет четыре пиротехнических команды обеспечения фестиваля. Как бы раньше такого не было, раньше все команды сами себя обеспечивали, сейчас будут конкретные пиротехнические компании, которые будут обеспечивать. Ну и жилье у нас в этом году будет состоять намного сильнее, будут профессиональные пиротехники из самых крупных московских фирм. «Смоленский звездопад» – масштабное мероприятие, ведь помимо красочного шоу всех посетителей ждет ставшее уже традиционное выступление артистов российской сцены. В этом году главными звездами шоу-программы будут коллектив «Гагарин Бразерс» и легендарная группа «Технология». Алексей, а как давно началась подготовка и вообще как она проходит? Подготовка к этому фестивалю началась где-то с марта месяца, пока там нашли площадку. Ну, проходит все отлично у нас. Команды мы уже набрали где-то к маю месяцу, уже были известны. Поэтому мероприятие обещают быть, ну, я думаю, масштабнее, чем в том году, исходя из того, что у нас будет пиротехническое обеспечение очень таких серьезных компаний. В этом году фестиваль фейерверков будет проходить на базе отдыха «Ермак», которая расположена на 407-м километре Минского шоссе. 23 августа база отдыха трансформируется в настоящую интерактивную площадку, на которой будут расположены парковки на несколько тысяч машин, развлекательные аттракционы, также будет организована выездная торговля, где посетителям фестиваля фейерверков будет представлены блюда на мангале, чай, кофе, выпечка и прохладительные напитки. Еще одним подарком для жителей города станут специальные бесплатные автобусы, которые будут курсировать от автовокзала до места проведения фестиваля. Проезд на них будет осуществляться при наличии билета на мероприятие, который помимо мест продажи билетов можно будет приобрести от пункта отправления автобусов. С полным же списком мест продаж, карты и планом площадки можно ознакомиться на сайте smalldefeats.ru